Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет Сказочник с кистью в руках. К 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова. Виктор Михайлович Васнецов – великий русский живописец, чье имя и картины известны каждому. Художественную ценность произведений Васнецова для русской культуры невозможно переоценить. Он был одним из первых, кто оживил на своих полотнах волшебный мир сказок, былин и русского фольклора. Виктор Васнецов внес свой вклад в самые разнообразные области искусства – театральную декорацию и костюмы, архитектуру, прикладное искусство. Он создал иллюстрации к произведениям Пушкина и Лермонтова. Свыше 10 лет своей творческой жизни он посвятил и работе над росписями Владимирского собора в Киеве. Виктор Васнецов родился 15 мая 1848 года в Вятском крае в многодетной семье. Детство его прошло в глухой деревне Рябово. Здесь он впитывал в себя издавна заведенные обычаи, устоявшийся патриархальный быт. Как позднее говорил сам Виктор Михайлович о своем детстве. «Я жил в селе среди мужиков и баб, любил их попросту, как своих друзей, слушал их песни и сказки, заслушивался еще на посиделках при свете и треске лучины». Отец Виктора – образованный сельский священник, писал пейзажи, водил сыновей по окрестностям села, учил их видеть красоту родной земли. Мотивами первых натурных зарисовок стали именно деревенские пейзажи. Несомненно, детские годы отразились на творчестве великого русского художника, который воспевал Русь и сумел, как никто другой, понять и разгадать русский дух. Образование Виктор получал в Вяземской художественной семинарии, но любовь к рисованию победила. Тогда Виктор Михайлович решает отправиться поступать в Академию художеств в Петербурге. Столичный город встретил Виктора Воснецова многообразием творческой жизни. Воснецов успешно был зачислен в Академию с первой попытки, но из-за робкого нрава не решился посмотреть результаты и узнал об этом лишь через год, когда пришел поступать повторно. В Академии Воснецов познакомится с законодателями мод в живописи, художниками-реалистами. Он подхватил на кисть остросоциальные темы и стал писать картины на сюжеты жизни маленького человека из низов. Стиль и сюжет этого полотна характерны для раннего творчества Воснецова. На картине раскрывается тема униженных и оскорбленных. Перед нами два пожилых человека, идущих по замерзшей реке Неве. В руках у них два мешка, в которых уместились все их пожитки. Весь облик и поза героев взывает к жалости и состраданию у зрителей. В годы жизни в Петербурге молодой Воснецов создал около 200 иллюстраций к народной азбуке, к русской азбуке для детей, иллюстрации к книгам. Он изучал русскую историю и культуру, знакомился с памятниками древнерусской литературы и эпоса. И вот однажды Воснецов все-таки решает оставить учебу в академии. Причину ухода объяснял так. Хотелось писать картины на темы из русских былин и сказок, а они, профессора, этого желания не понимали. Вот мы и расстались. Я сказочник, былинник, гуслир живописи. Виктор Михайлович остро ощущал нехватку знаний, поэтому с большой охотой откликнулся на приглашение Репина приехать к нему в Париж. Сам Илья Ефимович, блистательный выпускник Академии художеств, находился в поездке по Европе за счет учебного заведения. Заручившись заказом на иллюстрации книги Водовозовой «Жизнь европейских народов», Воснецов в марте 1876 года отправился во Францию. Поселившись в Париже практически без денег, но с поддержкой друзей художников, Виктор Михайлович с тщательностью и дотошностью изучал произведения Лувра и творения французских импрессионистов. Под их влиянием и создана картина во Франции «Акробаты на празднике в окрестностях Парижа». Полотно Воснецов в 1877 году выставил на ежегодном парижском салоне, но без успеха. Вернувшись через год на родину, живописец представил акробатов на передвижной выставке, где император Александр III, впечатленный работой, приобрел картину для своей коллекции. В ноябре 1878 года Воснецов женился на уроженке Вятской губернии Александре Владимировне Рязанцевой, дочке купца. Скромная, образованная девушка, окончившая женские врачебные курсы в Петербургской медико-хирургической академии, посвятила себя супругу и семье, в которой родилось пятеро детей – Татьяна, Борис, Алексей, Михаил, Владимир. В этом же году художник был принят в Товарищество передвижников. 1880-е годы стали важным этапом в творчестве художника. Он отошел от бытового жанра и писал картины только на фольклорно-эпические темы. Именно они станут главными направлениями и основными сюжетами его будущих картин. Художник сделал множество набросков к данной картине, начиная с 1870-х годов. В 1777 году Воснецов даже пишет этюд «Воин в шлеме с кольчушкой» с младшего брата, тоже художника Аполлинария. В 1882 году специально для коллекции Саввы Мамонтова он создал еще одну версию «Витязя на распутье». Все же известно более пяти вариантов данного произведения, которые хранятся в музеях и частных собраниях в России. На картине догорает вечерняя заря, предостерегающий стоит на перекрестке камень-вещу. Видясь, остановившийся перед ним, погружен в глубокую думу. Известность художнику принесла картина «После побоища» Игоря Святославича с половцами. Необычен сам замысел. В ней художник хотел в былинно-песенные интонации воспитать героизм русских воинов, как это сделано в поэме «Слово о полку Игореве». Вот почему он изобразил не ужасы битвы, а величие смерти за родную землю. Павшие воины на картине не выглядят побежденными, они как будто уснули, а их лица озаряют солнце. Картина была настолько необычна, что не встретила единодушного одобрения, но произвела неизгладимое впечатление на критиков и коллег по кистям. Это полотно олицетворяет богатство земных недр – золото, медь и уголь. За основу Воснецов взял старинную русскую сказку о том, как крестьянский сын Иван спустился в подземный мир и вывел на землю трех царевен, олицетворяющим богатство русской земли. Поскольку работа предназначалась для главной конторы Донецкой железной дороги, художник смело меняет сюжет сказки и вводит нового персонажа – угольную черную царевну. На картине мы видим похищенных девушек. Разные характеры, разные темпераменты. Золотая царевна холодна и горда. Медная царевна любопытна. А вот угольная царевна не просто грустит, она скорбит по утраченному дому. Одним из наиболее романтичных и трогательных творений художника становится полотно Алёнушка. Образ картины сложился у Виктора Михайловича после встречи с крестьянской девочкой, поразившей его выражением чисто русской печали. На полотне мы видим сидящую на берегу омута девушку. Она печально склонила голову, и её грусти искренней и нежной внемлет вода. Воснецов раскрыл тончайшую связь между переживаниями человека и состоянием природы. Ту же связь, что веками, во всём великолепии передавалась в народной поэзии. Думаю, не ошибусь, когда скажу, что сказки, стрепухи и повествования бродячих людей заставили меня на всю жизнь полюбить настоящее и прошлое моего народа. Во многом они определили мой путь, дали направление моей будущей деятельности. Картина Воснецова «Иван-Царевич на сером волке» несомненно самое волшебное произведение русского изобразительного искусства. В основе сюжета – народная сказка. Царевич с похищенной Еленой Прекрасной убегают от погони на верном сером волке. Мы видим сказочный дремучий лес, расшитый обисером и заморскими жемчугами костюмы главных героев. Золотой кафтан царевича прекрасно гармонирует с голубым шелковым одеянием девушки. Серый волк не серый, его шерсть – золотисто-коричневого цвета, словно повторяет цвет одежды царевича, которому он служит и помогает. Да и сами глаза волка особенные, человеческие. Вся картина наполнена неким загадочным мерцанием, чудом, самой сказкой. Самая крупная и значительная работа Васнецова – это «Богатыри». Полотно писалось около 20 лет. На картине изображены три русских богатыря – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович – знаменитые герои народных пылин. «Богатыри» стоят на границе леса, в небе клубятся тяжелые облака. Не дремлет ворог земли русской, ой, не дремлет. Но три монументальные фигуры всем своим видом показывают зрителю, родная сторона под защитой. Кстати, упряжки коней, одежда, амуниция невымышленны. Такие образы художник видел в музеях и читал их описания в исторической литературе. Васнецов мастерски передает состояние природы, которое означает грозящую богатырям опасность. Сам Васнецов описывал картину так. «Богатыри Добрыня, Илья и Алешка Попович на богатырском выезде примечают в поле, нет ли где ворога, не обижают ли где кого». В конце 1890-х годов все более заметное место в его творчестве занимает религиозная тема. Им были выполнены работы во Владимирском соборе, в Киеве и в храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Но тема русского эпоса не покидала мастера до самой смерти. Художник писал картину почти 40 лет. Полотно стояло в мастерской Васнецова до самой его смерти. Однако он так и не захотел поставить точку. На холсте нет ни даты, ни авторской подписи. Широкая публика увидела спящую царевну уже после смерти автора на выставке в 1927 году. Картина имела огромный успех, и ее признали одним из лучших произведений Васнецова, поставив в один ряд со знаменитыми богатырями. Уверенность, непоколебимость и твердость в выборе своего пути и страстная любовь к родине – таков был Виктор Михайлович Васнецов. Мастеру удалось показать людям красоту русского народного эпоса. На его полотнах словно оживают всем известные герои. В картинах Васнецова, как и в русском народном творчестве, воплощены правда о народе, любовь к русскому человеку и вера в самые лучшие и высокие его качества. Если хотите, сказочный мир – это мир героев и их подвигов, дающий русскому человеку право на великое будущее. Творчество Васнецова на примере сюжетов из сказок «Кибылин» рассказывает о добре и правде, о силе и мужестве. Когда мы смотрим на полотна великого мастера, эти слова перестают быть абстракциями, но ложатся на сердце, как когда-то сказки и песни. Спасибо за просмотр! Видеопрезентацию подготовила Буярская Евгения, библиотекарь Октябрьской библиотеки номер 2 имени Николая Журнакова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова